Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и в студии Анастасия Алексеева. Сегодня у нас в гостях министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Александрович Аврелькин. Здравствуйте, Владимир Александрович! Здравствуйте, Анастасия! Сегодня хотелось бы поговорить о программе «Качество», о ее реализации в Чувашской Республике. Каждый год она имеет свои особенности. Что мы можем ответить из главного в этом году? Начну я с того, с чего мы начинали и где находимся сейчас. Политикой в области качества мы занимаемся уже давно. Еще 10 лет назад количество организаций, которые внедрили систему, международную систему качества, насчитывало порядка 5-6 организаций. Отвечая на ваш вопрос, что нам удалось сегодня, это 224 организации, которые внедрили систему менеджмента качества. Это первое. Нам удается привлекать молодежь в эту систему, обучать их, стимулировать, которые дальше распространяют систему менеджмента качества. Нам удалось сохранить и сегодня действовать клуб менеджмента качества. Это когда специалисты, профессионалы в области качества на промышленных предприятиях, перерабатывающих предприятиях, обсуждают темы, как лучше внедрять систему менеджмента качества. Это нам удалось участвовать в федеральных конкурсах на получение премии от аппарата правительства Российской Федерации и получить эти премии в области качества. Это вот сегодняшнее многое, то, что нам далось за этот год. Система менеджмента качества активно внедряется, как вы уже сказали, на промышленных предприятиях. Как ваше ведомство отслеживает этот вопрос и сколько предприятий сегодня внедрили все-таки эту систему? Я как сказал, 224 организации внедрили систему менеджмента качества. Здесь надо разделять это международную систему качества, это общее. Ну, хотелось бы сначала задать, для чего она нужна. Сегодня первое, система менеджмента качества позволяет, первое, это достичь уверенности у потребителя о том, что продукт, который выпускается, он качественный. То есть добиваемся уверенности и доверия этому потребителю. Второе, это понятно, что сегодня большинство продукции, это участвует на конкурсах, торгах и, имея такой сертификат, придает дополнительный стимул на то, чтобы госзаказчики или иное лицо могло отдать предпочтение именно тому, у которого есть сертификат международной системы качества. Мне отрадно, что сегодня наши предприятия, которые занимаются в глубокой переработке химической промышленности, внедряют систему безопасности в области качества, получат сертификат в экологической безопасности. Мне приятно о том, что сегодня наша перерабатывающая промышленность, пищевка, внедряет также сертификацию пищевой безопасности, пищевой экологии. Это система ХАСП, я могу назвать предприятие. Это «Конт», это букет «Чуваши», это фабрика «Вавилон», это «Чувашлеппродукт» и ряд других организаций. То есть система не останавливается, она развивается в республике. И все направлено на улучшение системы качества как в управлении самим технологическим процессом, так и за качество самого продукта. Что касается частного потребителя, то, с чем каждый сталкивается, это, вы сказали, пищевка, что какой-то знак должен стоять на коробке, на продукте. Как человек может определить, что этот товар сертифицирован? Да, условно, вы берете упаковку, возьмите молоко наше, вы увидите там систему, возьмите конфеты «Аконт», вы увидите, что маркирована система «ХАСП», это система экологической безопасности, которая подтверждает о том, что продукт действительно безопасен в части потребления. Каждый может увидеть. Конечно. А какой эффект дают республиканские конкурсы, и они наверняка традиционные, или, может быть, появляются новые? Сегодня в республике действуют четыре конкурса. Это вот наши конкурсы, это премии главы области социальной ответственности, там, где мы стимулируем не только вот как конечный продукт, да, выпуск конечного продукта, но еще и отношение к рабочинству. Это, ведь система менеджмента качества, она не может быть признана, если рабочее место трудового коллектива там безобразно оформлено. Начиная с этого, начиная с того, что какие социальные нормы поддерживаются руководством предприятия, поэтому мы стимулируем эту систему. Второе, это марка качества, там, где мы говорим, да, что продукт, который выпускают, он соответствует всем требованиям, мировым потребительским, самым главным требованиям. Третье, это лучший менеджер по качеству, когда мы стимулируем персонал, отвечающий за систему менеджмента качества на предприятиях. Ну и четвертый конкурс, это конкурс среди молодежи, когда они разрабатывают тоже систему менеджмента качества на своем уровне, вот в вузах, тоже для нас очень важно. Я не говорю про 100 лучших товаров России, не говорю про систему ГЭМа, которую вот в этом году, то, что я назвал, мы участвовали в федеральном конкурсе. Для чего это нужно, еще раз, это для того, чтобы потребитель и, самое главное, производители соревновались в выпуске качественной продукции и соревновались, был символ для соревнования в получении вот этого сертификата, который говорит о том, что их продукт в республике самый качественный. А насколько развита в республике инфраструктура в области качества, в чем сегодня нуждаются товаропроизводители? Сегодня в республике достаточно существует центр сертификации, это международный центр сертификации, который аттестованный и они занимаются проведением мониторинга, выдачей сертификатов в случае соответствия всем менеджментам качества. У нас единственное, есть при разных отраслевых крупных холдингов свои отраслевые сертификаты, ну там, скажем, система Айрис, это железнодорожная система, это система РЖД, например. Вот у нас этой структуры нет, она необходима, потому что сертифицируется по ней одно-два предприятия. А в массе своей, это вот то, что мы говорим, ISO 2001-2004, то в этой системе у нас есть сертифицирующие центры. Сегодня качество продукта, качество услуги является одним из конкурентостимулирующих для предприятий, для организаций, которые предоставляют эти товары или услуги. Республика сегодня готовится к юбилейному межрегиональному форуму «Стратегия и практика успешного бизнеса». И для наших телезрителей хочется, кстати, сказать, что он пройдет 27 и 28 ноября в Чебоксарах. Что будет самым интересным на площадках форума? Я не раскрою сейчас всех секретов. Площадка действительно у нас юбилейная, она будет интересная. Вне зависимости от происходящей сегодня геополитической ситуации у нас в России и в мире, не с неадекватностью руководителей ряда европейских государств, к нам сегодня приезжают представители ведущих сертифицированных центров из Британии, из Франции, из Нидерландов, которые будут делиться с нами политикой в области качества, как им удается внедрить систему менеджмента на европейских предприятиях. Это вот первая часть. Приезжают наши соседи, тоже ведущий эксперт в области продуктовой безопасности, в области риск-менеджмента и ряд других направлений, которые интересны для наших предприятий, для тех, кто занимается системой менеджмента. Интерес неподдельный. Мы действительно собираем каждый раз много заинтересованных лиц. В этом году, я думаю, примет не менее 300 участников в нашем форуме. Это 8 площадок интересных, это пленарная часть, где будут состояться, в том числе, то, что мы с вами говорили, награждения лауреата премий в области социальной ответственности, марки, качества, 100 лучших товаров. Поэтому приходите, вам будет интересно, и вы получите сертифичную информацию в области системы менеджмента качества. И в завершение еще один вопрос. Соблюдение стандартов качества и их внедрение – дело добровольное или все-таки обязательное, как это было в советские времена? Сегодня ведь не все товары подлежат сертификации обязательной, так? Ну, сегодня система менеджмента качества – это добровольная сертификация. Почему? Сегодня каждый из руководителей, каждый из собственников сам определяет, имеет смысл его внедрять или нет по всем менеджментам качества. Ну, рост количества сертифицированных предприятий говорит о том, что сегодня это интерес и это значимо для самого же руководителя. Это выстраивается точной линейкой, понятная, открытая, прозрачная система производства. Это понятная логистика, это понятное управление персоналом, дело производства. Это все заинтересовано в снижении себестоимости. Поэтому руководитель видит это и принимает. Это добровольно. Но вместе с тем, опять же, потребитель, увидев два одинаковых товара, на одном будет написано, что система сертифицирована по моему же качеству и соответствует мировым стандартам, а другая нет. Поэтому, безусловно, он выберет ту, которая сертифицирована, доверяя ей больше. Поэтому это делал руководитель каждого предприятия. Это дает дополнительный преимуществ к продукту, который они выпускают. Министерство рекомендует сертифицировать свои? Безусловно. Это наше конкурентное преимущество сегодня. Спасибо вам большое, Владимир Александрович, за беседу. Я же прощаюсь с нашими телезрителями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин